Этот день, говорит Елена Даровских, она запомнит надолго. После двухнедельного пребывания в больнице, наконец, ее отпускают домой к родным. В инфекционный госпиталь женщину доставили с анавиацией из Мотыгина. Елена рассказывает, неделю держалась высокая температура. Потом резко начала задыхаться. Пришлось вызвать скорую. Врачи диагностировали пневмонию. Легкие были поражены больше, чем на 75%. Поэтому в Красноярске ее сразу положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Эти кадры сняли сами врачи в красной зоне. Вам передали мои пожелания? Да, не двигаюсь. Нет, не двигаться, надо лежать на животе или на боку, на спине не лежать. Договорились? Договорились. В реанимации женщина провела неделю. Ее состояние, говорят медики, долго оставалось тяжелым. Мотыгина Елена работает медсестрой, поэтому признается. Осознавала безнадежность своего положения и даже не думала, что сможет выкарабкаться. Врачи, которые спасли Елене жизнь, сегодня продолжают нести вахту в инфекционном госпитале Нововилова. Это подразделение ФМБА. Кульмонолог Тамара Гайгольник с апреля работает в красной зоне. Рассказывает, ее день начинается очень рано, когда многие красноярцы еще спят. Сначала обязательный обход пациентов. Важно, говорит женщина, следить за состоянием каждого госпитализированного. И так каждый день. Практически отдыха у нас не было. Мы все время на работе. Особенно сейчас вторая волна, она очень жесткая, очень тяжелая. Пациенты болеют тяжело. Больных очень много. Очень большой интенсивный темп работы. На самом деле, врачи все очень устали. Я думаю, что не только в нашей больнице. Вообще, врачи устали. Работать приходится просто на износ, действительно. С утра до вечера, до ночи. То есть, постоянно на работе. Ты постоянно во всем этом варишься. Тамара Гайгольник – одна из тех врачей, кто ездил в Крым на подмогу коллегам. В ковидном госпитале Симферополя она проработала ровно месяц. Помогала оказывать помощь тяжелым пациентам с коронавирусом. Сразу по возвращению в Красноярск женщина вышла на работу. И снова в красную зону. Хорошо, что родные, говорит Тамара, ее понимают и поддерживают. Когда здесь готовилась, после этих дней у нас, до сегодня было. В инфекционном госпитале ФМБА развернуты 150 коек для пациентов с COVID-19. В пустующих палат, говорят врачи, нет. На смену одним больным приходят другие. И так день за днем. При этом госпитализируют только тех, у кого состояние средней или тяжелой степени тяжести. Поток скорых достаточно большой. Иногда он достигает до 100-105 скорых в сутки. При приезде скорой медицинской помощи всем пациентам выполняется компьютерное томографическое исследование. И по результатам которого мы уже определяем показания госпитализации или отправление пациента домой на амбулаторное лечение. Штат медиков, рассказывает, в ФМБА полностью укомплектован. В подмогу врачам привлекли студентов профильных вузов и даже спортсменов. Они добровольно работают с санитарами. Прогнозов врачи не дают. Как будет дальше, зависит от самих жителей, считают они. И снова заходят в красную зону. Екатерина Любим, Максим Галат, Енисей. Новости.